Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим с вами сейчас о 22 главе Евангелия от Матфея. Здесь располагаются притчи и рассказы о диалогах Господа Иисуса с разными иудейскими вождями, и все это по тому, как устроен Матфеев рассказ, происходит между входом Господнем в Иерусалим и его страстями. Ну, вероятно, в первые дни предпасхальной седмицы. Хотя тоже весьма возможно, что этот рассказ включает в себя и некоторые анахронистические элементы, в частности, та же притча о брачном пире, параллельная вполне притча о звонок на вечерю. У других евангелистов дается в другом контексте и в другое время, хотя в то же время мы не можем исключить, что эта чрезвычайно важная притча могла быть вполне рассказана и не один раз. Тем не менее, ну вот, евангелист Матфей говорит о том, что, продолжая разговаривать с народом после входа Господня в Иерусалим, после отказа первосвященников и садукеев от серьезного разговора с Иисусом о Боге и его действиях в истории человечества, Вот Господь обращается к народу, продолжая говорить притчами. И здесь Господь предлагает, в общем, уже известный нам с вами из других евангелий вариант, рассказывая о хозяине дома, который приготовил брачный пир для сына своего. Надо заметить, что и вот такая трапеза в доме у царя, и, собственно, брачный пир, восприятие современников Господа Иисуса довольно тесно были связаны с наступлением Царства Божьего. Это до некоторой степени, конечно, аллегория, но все же очень и очень прозрачная, потому что многие рисовали себе воображение приход Мессии, наступление Царства Бога именно как трапезу, именно как пир и именно как брак. Как брак. Вот поэтому, когда речь идет о браке сына царя, который женится, и о брачном пире повторяют для слушателей это очень и очень прозрачная, понятная аллегория, что речь идет о наступлении Царства Бога. И вот здесь Матфей предлагает нам достаточно краткий вариант, да, без разговоров о том, что там я купил землю, пять пар Жигулей там или чего-то еще. Просто он говорит, они отказались, пошли кто на торговлю свою, кто на поле свое, стало быть, званые на вечере отказываются идти на этот брачный пир по каким-то причинам. И по большому счету важно для нас увидеть, что автор совершенно не считает важными эти причины. В конце концов, когда наступает Царство Бога, совершенно не имеет значения, по какому причине ты отказался в Него войти, а значение имеет только то, что ты отказался. И вот здесь Господь снова, как и в других вариантах этой же самой притчи, говорит о том, что царь посылает своих слуг собрать, кого попало. И очевидно, что эти нищие, лица безопределенного места жительства и занятий, которых они там набрали в канавах вдоль дорог под заборами, нищие, бедняки, случайные прохожие, они отнюдь не достойная компания для царя и его сына. Может быть, совсем не те, кого мы ожидали бы увидеть на таком торжественном мероприятии, как брачный пир. Но, во-первых, для читателя в большинстве случаев довольно понятно, что, ну, если себя сравнивать, то уж скорее с этими самыми случайными людьми, случайными, и повторяю, отнюдь не достойными, не готовыми к этому. Почему же царь принимает их, почему Бог принимает, когда мы приходим на его трапезу причащаться его телу и крови совсем, в общем, не в совершенстве, не в какой-то чистоте духа, потому что он принимает всех, кто согласится прийти. Вот, собственно, главная идея, она очень связана тесно с тем разговором, который был до этого, в 21 главе, и с тем, что будет происходить дальше. В царство Божье попадают те, кто согласился в него войти, те, кто согласился, что это царство важнее, чем что-нибудь другое. И, в конце концов, брачную одежду по обычаям того времени, брачную одежду чистую, красивую, вот, всё это выдаёт на перу, это результат того, что ты согласился прийти, а не условия попадания. Условия попадания, повторяю, готовность к неожиданности, понимаете, к тому, что это там нищий, сидевший на углу в пыли и просивший милостыню, вдруг к нему пришли слуги царя и сказали, «Пошли сейчас, брачный пир». И он встал, и кое-как ковыляя пошёл на этот брачный пир. Снова повторяю разговор, как и в предыдущей главе, о том, что Бог совершает спасение сегодня, и все наши отговорки «Ах, мы не готовы, нам ещё надо как-то к этому готовиться и ждать, и давай лучше в другой раз», всё это не работает. Вот в этом контексте, помещая, конечно же, Евангелист Матфей, помещая эту притчу, конечно, Евангелист Матфей в первую очередь на это обращает внимание читателя. Ну и, кроме того, здесь речь о том, что от участников этого брачного пира, конечно же, требуется готовность к встрече с царём, готовность прийти в это царство Бога ради того, что там будет происходить, а не ради того, чтобы напитать своё чрево. Без личной встречи с Богом и без уважения, собственно говоря, к царю, к которому ты пришёл на брачную вечерю, ничего не получится. И вот это вот, повторяю, взаимное уважение возможно только при личной встрече. Дальше Матфей переходит к тоже очень известным историям о том, как разные начальствующие в разных группах профессиональных верующих в Иерусалиме пытаются, собственно, найти свидетельство обвинения против Иисуса. В чём бы его таком уловить? И вот приходят фарисеи, подсылают к Иисусу своих учеников с иродианами, последователями царя Ирода, к тому моменту уже давно мёртвого, но всё-таки за ним следовала некая политическая партия. Вот в тот момент, скорее, это следовало бы считать партией проримской. Вот спрашивают, причём блестиво, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты там всегда рубишь правду матку, скажи нам». Вот все вот эти вот какие-то такие кружева вокруг сути своего провокационного вопроса они плетут. И спрашивают, позволительно ли давать подать кесарю. Вопрос провокационный, потому что, если Иисус скажет «да, позволительно», всегда можно начать трубить об этом среди народа, недовольного римским правлением. А что бы им быть довольными? Это было ограбление, а не правление. Да, оно было удобно только власть имущим. И так можно было сказать народу «вот смотрите, он сторонник римлян». И таким образом никак не может быть освободителем. Никак. Либо, если Иисус скажет «нет, непозволительно», можно прямо садиться, брать папирус и писать донос римским оккупационным властям о том, что вот такое-то, такое-то призывает не платить налоги. И как всякое земное государство, к неуплате налогов, понятное дело, и тогдашние римские оккупационные власти были вполне нетерпимы. То есть это, в общем, путь к казни Иисуса. Либо лишить его поддержки всего народа, либо просто так настучать на него римским властям, чтобы те его казнили как опасного пунтовщика. В том, как отвечает Господь, я думаю, что большинство знает этот поразительный ответ, когда он говорит «дайте мне монету», и кто на ней изображен. Есть несколько важных вопросов. Во-первых, кто изображен, тому и принадлежит монета, в самом деле. И действительно Иисус отвечает на вопрос, не подставляя себя ни с той, ни с другой стороны, не говоря, что платить нельзя и не говоря, что платить нужно. Но гораздо важнее следующее. Во-первых, этим своим ответом он довольно четко разделяет, что есть вещи, которые очень сиюминутные и принадлежат кесарю. И, ну, отдавайте. Ну да, отдавайте. И есть то, что принадлежит Богу. И, пожалуй, самое главное в том, что говорит Господь, вот что. Отдавать кесарю кесарева, в конце концов, у тебя нет большого выбора. Кесарь свое отберет. Знаете, как мы все платим подоходные налоги, не потому что мы хотим это делать, потому что нас их вычитают прежде, чем выдать нам зарплату. Так и тогда то же самое. На самом деле выбора, заплатить кесарю кесареву или нет, у нас нет. А вот выбор, отдать Божию Богу или нет, у нас есть. И поэтому в словах Иисуса отдавайте кесарю кесарево не только пренебрежение к кесарю и к тому, что кесарево, пренебрежение, потому что это сиюминутное, временное, и в конечном итоге кесарь сам принадлежит Богу, знает он об этом или нет, сам Божье творение, да, и это все некоторый уровень поверхности земли, а не глубины жизни. Но гораздо важнее, что он говорит слушателям, что отношение с Богом и жизнь вообще определяется не тем, все-таки кесарь заплатил или не все, охотно или нет, а тем, отдал ли ты Богу Божье, что в твоей жизни принадлежит Богу, отдаешь ли ты ему это. И это вопрос, который, в общем, изумляет не только фарисеев и не только учеников Иисуса, но каждого читателя, потому что, ну, попробуем задать его себе, да, что я делаю в своей жизни, потому что это соединяет меня с Богом, потому что это мои личные отношения с Ним, не ради кесаря, не ради того, что так принято, положено или так еще что-нибудь, а ради диалога с Богом. Повторяю, это чрезвычайно важное слово и, может быть, больше даже вопрос, чем утверждение. Теперь, с другой стороны, пытаются зайти садукеи, которые, как известно нам о садукеях, не верили в воскресенье мертвых, да, считали, что человек прожил свою жизнь, и все, исчез, и больше ничего не остается вообще. И вот они пытаются задать Иисусу каверзный вопрос, предлагая некоторую гипотетическую такую абстрактную ситуацию, где по правилам, по законам Леверата, ну, вот там семеро братьев один за другим должны были жениться на одной и той же женщине. Ну, да, в такой абстрактной картинке по законам Леверата так должно было быть. И вот садукеи спрашивают Иисуса, а что будет в воскресенье мертвых? Они-то имеют в виду показать, что воскресенье – это абсурд, и что там концы с концами не сходятся, потому что эта женщина не сможет в воскресенье мертвых быть женой всех семи братьев. На что Господь переводит разговор в другую плоскость. Он говорит о том, что невозможно ту жизнь, которая в Царстве Божьем, мерить нашими мерками, она как-то по-другому устроена, не женятся, ни замуж не выходят. Кстати, некоторые толкователи, и даже довольно многие, любят из этой фразы делать вывод, что те браки, которые заключаются на земле, аннулируются, исчезают в Царстве Божьем. Нет, Господь Иисус этого совершенно не говорит, что Бог соединил того человека, который не разлучает. Брак – вещь вполне неразрывная, но способ отношений, способ того, как мы соединены друг с другом, как мы живем вместе в этом Царстве, он непредставим для нас, его невозможно описать нашими человеческими какими-то категориями. Поэтому, как кажется, каверзный вопрос фарисеев, он ни о чем, он не о Царстве Божьем, а о каких-то нюансах, противоречивых законов и теоретических представлений. Но Царство Божья – реальность, а не теоретические представления. И поэтому, когда в Саддукии пытаются об этом думать, им кажется, что возникает противоречие, а Иисус говорит о том, что там вообще все по-другому. И Бог – Бог живых, а не Бог мертвых. Говоря при этом об Аврааме, Исааке и Якове, которые, конечно же, давным-давно умерли с нашей человеческой точки зрения, но у Бога все живы. И здесь снова Саддукии оказываются, как и фарисеи чуть выше, в посрамлении, потому что оказывается, что у них нет аппарата, который позволил бы им думать о Боге, о Его Царстве. Должен был бы быть. Ты, учитель Израилев, этого ли не знаешь? Но нету, но нету. Они могут только оставаться на поверхности земли, так сказать. Наконец, дальше евангелист Матфей вставляет здесь тоже имеющий параллели в других более ранних хронологических фрагментах Евангелий рассказ о том, как фарисеи спрашивают у Иисуса, «Какая наибольшая заповедь?» Тоже мы знаем, как книжники приходили к нему с этим вопросом. «Когда он говорит богатому юноше, соблюдай заповеди, тот спрашивает, какие?» И тоже, в общем, разговор о том же самом. Да. И мы видим здесь, в этом действительно очень кратком, почти обрывочном сообщении, что среди фарисеев ведь были разные течения, и некоторые, наоборот, склонны были прислушаться к тому, что говорит Иисус, склонны были слышать в его словах некоторую, пусть и не вполне ожидаемую ими, удивительную, но все-таки правду Божью. И они действительно приходят к Иисусу как к человеку, чье мнение для них важно. Когда такой же вопрос задает ему книжник, Иисус говорит, «Недалек ты от царствия Божьего». И действительно, некоторые фарисейские течения могут сослаться на мнение Иисуса. И вот здесь он говорит им о наибольших заповедях «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Едва ли не за полвека до описываемых событий, ну, может быть, несколько меньше. Раби Гиллель говорил об этом, один из основателей одного из фарисейских течений. Собственно, ответ Иисуса был вполне известен части фарисеев. Для них важно было услышать от них, что в этом весь закон Иисуса, что в этом весь закон и пророки. Ну, и, по-видимому, евангелист считает нужным здесь снова нам напомнить, напомнить своему читателю, что когда Господь говорит о законе и пророках, вообще о законе, это не то, о чем пытаются его допросить садукеи. Там правила узкие, конкретные, которые входят иногда в противоречие друг с другом. А это вот, на самом деле, заповедь о любви к Богу и любви к ближнему, как скажет потом блаженный Августин, «Люби Бога и делай то, к чему направлено твое сердце, то, что хочет твое сердце». И, наконец, в конце этой главы мы видим, что Господь не оставляет без внимания вот эти попытки уловить его самого на каких-то противоречиях разных правил, там, письменной, устной, торы и каких-то толкований, потому что он обращается к фарисеям, у которых все было четко, все по правилам. Да, ученик не больше учителя, сын не больше отца. Значит, и вот он их спрашивает, «А как вот, по-вашему, вы говорите, что Христос сын Давидов, потом к Давиду?» Они говорят, «Да». А как же тогда Давид называет его Господом? Иисус предлагает фарисеям некоторое очевидное противоречие в их собственных представлениях, потому что по очень теоретической системе идей фарисейской так не может быть, не должно быть, но так есть. В Библии так написано, как Давид называет его Господом, если он сын ему. Ну, и здесь Матфей цитирует эти библейские слова, «Реча Господь Господь моему, обращенные Давидом как раз к миссии». Да, и фарисея оказывается в тупике, потому что сказать, что, да, там, наша система идей противоречива, а обещанный Богом Христос, сын Давидов, спаситель Израиля, гряды во имя Господня, это некоторая тайна, которая выше наших, нашей способности все рационализировать, или глубже нашей способности все рационализировать, так они сказать не могут, они не готовы отказаться от своих рационализаторских идей, хотя такую возможность Господь Иисус им в этот момент предлагает. Господь Иисус им в этот момент,